Валерий Камальевич, ну конечно же, нам всем интересно, как вам удалось сегодня настроить ребят так, чтобы они вышли наконец-то и стали играть с первого периода. Ну, все прекрасно понимали ответственность, я думаю, внутренне они себя подготовили, потому что Чехия всегда мощь начинает, потом немножко просаживается. Ну, я скажу так, в общем-то, я думаю, в третий период такой был перелом, и с норвежцами почувствовали игру, так и перевернули немножко фарк, в общем-то, и самое главное, так, ту игру, которую мы от них, в общем-то, требуем, и готовим к этой игре, они в третий период с норвежцами, и вот сегодня два периода, когда ли тот хоккей, в который они должны играть. Дополнительно как-то ребят накручивали, то, что вот, если не выиграем матч, то не выходим из группы. Да не, спокойно готовились, никакой наоборот, спокойно даже, не обсуждали этой темы, они взрослые все ребята, все понимают. Вы говорили, в прошлом интервью говорили, то, что команда прибавляет по ходу турнира, в чем, если не секрет, на ваш взгляд, сегодня команда прибавила? В плане, что? Я говорю, самое главное, это играть в свой хоккей, который, в общем-то, приносит результат. Скоростной, комбинационно агрессивный. Вот, в общем-то, и все эти показали, что они умеют играть, в общем-то. На таких коротких турнирах много играет, много решает игра в неравных составах. Групповой этап позади, что матч только на вылет. Можно сказать, что вы довольны игрой своей командой в неравных составах? Ну, не совсем, есть над чем работать, такие вот, это, и нюансы там появились, будем попробовать, там, различные сочетания завтра на тренировке, на частных тренировках. Поэтому, будем искать, усиливать надо, все равно усиливать компоненты. Зайцев сможет сыграть? Ну, сейчас сложно, скажем. Только вас сегодня забил, наконец, четвертое звено. Чего у них не получалось раньше, может быть, на ваш взгляд? Ну, нет, ну, сегодня все хорошо играли, я так скажу, поэтому кого-то выделять, я бы не сказал. Все-таки было сегодня много удалений, причем, опять же, таких, которые, наверное, не похвалите, мягко скажи. Ну, конечно, в общем-то, концентрацию в третьем периоде вы потеряли, так чувствовалось. Ну, это, в общем-то, сложно, при счете 8-2 продолжать так себя концентрировать, я все же, сыграл. Ну, хотя они довели такой, нормальный до конца. На ваш взгляд, какой будет характер игры? Скорее всего, с финнами будет, потому что американцы сейчас ведут, с финнами будут играть. Да не имеет значения, какой противник, я еще раз говорю, нужно играть в свой хоккей. Агрессивный, скоростной и комбинационный, поэтому не имеет значения. То есть, в данном случае, подстраиваться под финнами не будет? Да нет, нет, в свой хоккей не будет. По ходу турнира в составе сборной произошло определенные изменения по тройкам, можно ли сказать, что первые наши оптимальные сочетания больше изменений не будут? Ну, посмотрим. Хотя, я говорю, пояс он всегда будет идти. Вы поймите, сегодня кто-то выпал, кто-то лучше сегодня в данной ситуации чувствует. Поэтому нужно собрать три на данную игру сильных состава, которые, в общем, будут основной нагрузкой. Сейчас праздник Нового года, как вы сделаете, чтобы команда так не особенная? Да нет, ничего, мы сейчас ужин соберемся, поздравим друг друга и отдыхать, и готовиться.